Ну вот, друзья, не прошло и полгода, как у нас опять возобновился наш кабуцейл. Кабуцейл – это английская барахолка, английский блошиный рынок. Так, вот сегодня воскресенье, и вот сегодня у нас в самом разгаре этот кабуцейл. Сегодня прекрасный день солнечный, как вы видите. Вот, что такое кабуцейл? Это вот с машин, с багажников машин. Кабуц – это багажник машины. Вот с багажников машин люди приезжают. Вот видите, вот они открыты, машины стоят с багажниками впереди по ряду. Люди приезжают, платят 5 фунтов за машину и вот становятся здесь продавать. Мы как-то тоже, когда я уезжала со своего бунгала, очень много оставалось всякого разного. Вот люди приезжают, продают, платят за это 5 фунтов. И в основном здесь всегда можно купить за копейки одежду, обувь, домашние какие-то аксессуары. Какие-то цветочные горшки, бывают даже цветы. В общем, все-все-все, что вашей душе угодно. И это самый-самый дешевый рынок, который только существует в Англии. Его англичане обожают. И вот здесь иногда бывает антиквариат, но это крайне редко, друзья. Ну, вот как у нас, например, на острове, вот этот вот Кабуцелл. Здесь вы антиквариата, конечно, не найдете. Но вы найдете очень много детских вещей, очень много игрушек, очень много какой-то посуды. Вот одежда, видите, на вешалочках висит. Но одежды настолько много, и она продается буквально по 50 пенсов, максимум 1 фунт. Но почему-то вот люди одежду очень редко покупают, даже к ней не подходят. В основном, конечно, вот, ну, каждый ищет то, что ему нужно, так скажем, да? Как везде. Ну, вот я, например, как я вам рассказывала, когда я переехала в свой новый дом, в квартиру, я искала себе какие-то столики красивые, какую-то посуду, потом торшеры. Вот, все, что я искала, я практически нашла здесь на Кабуцеле. Вот, потом, когда я ехала в Таиланд, я себе здесь купила новых, практически новых шлепанец пляжных по фунту. Ну, вот, в общем, очень любят люди. Хотя, вы знаете, что хочу сказать? Вот меня, конечно, удивляет то, что вот приезжают, не лень людям приехать. Это же надо все разложить. Вот, посмотрите, видите? Вот человек приехал, он все это разложил, он привез столики. Вот он привез эти вешалки, вот у него тут целая коллекция одежды всякой. И он заплатил еще, помимо всего, за 5 фунтов за вход, за то, чтобы он здесь продавал. От силы он, может быть, 5 фунтов отобьет эти. Редко когда и бывает какой-то профит. А в основном вот это все за копейки. Я, например, знаю, что мы привозили очень много, мы ездили вдвоем с подругой, потому что, потому что иначе просто даже не выгодно. Вот, как бы на двоих 5 фунтов. И тогда еще что-то, 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 что-то можно было какой-то профит поиметь. Вообще, конечно, я удивляюсь. Но бывает такое, что вот, знаете, люди вот приехали, они постояли здесь. Тут обычно часа 3-4 вот это вот мероприятие такое. Потом народ уже уходит, расходится. И когда уже люди видят, что практически закончилась вся эта продажа, они вообще, некоторые просто фри, свободно отдают, чтобы не везти домой. Некоторые там вообще за какие-то условные деньги, скажем так. И, в общем, конечно, вот все это пользуется популярностью, все это нравится. Я себе уже купила тут 3 корзинки таких симпатичных, плетеных. Вот, я там их оставила, чтобы не таскаться с ними. На обратном пути возьму. Вот видите, здесь косметика даже есть. Ну, 3 фунта, конечно, дороговато для такого зеркала. Я покупала в прошлом году зеркала себе. Для вот этих вот я их отделывала ракушками. И потом уже продавала, перекрашивала какой-то дизайн. И продавала их по другой цене. Немножко, в общем, тоже на этом можно заработать. А лучше всего вот найти какую-то, знаете, мебель старую, пошарпанную. Мало таких здесь умельцев, рукодельцев, которые эту мебель будут сами отделывать, чистить. Ее надо шкурить, ее надо красить. Мало кто этим занимается. И вот в основном. How much your table? Sorry, ladies. Ну, вот такой вот журнальный столик. Она просит за него 30 фунтов. Ну, это очень дорого, конечно. Даже речи нет. Ну, вы знаете, вот попадается наравне с теми, кто продает. Приезжает, просто распродает, чтобы, как сказать, не дома, но не валялось. И людям как-то, может быть, помочь в качестве чарти. А вот таких много. Но бывают и спекулянты, вот как у нас. Вот я вот тоже постоянно хожу здесь. И я вижу очень много одних и тех же лиц, которые, вот, наверное, тоже перепродают это все. И потом на этом тоже зарабатывают и живут. Ну, вот леди продает вот эти вот два торшерчика. Каждый по фунту. И, в принципе, я бы их не против купить, но черные что-то как-то мне, не знаю, не очень нравятся. How much your teddy, Lila? Two pounds each. Ага. That's lovely. Ну, вот эти teddyки. Вот эти вот игрушки, видите? Такие прелестные. Три паунда. Вот эта собака такса. Дяечка спрашивает. Ну, я так-то, в общем-то, конечно, не готова покупать. За три фунта. Да она вообще мне, так сказать, не нужна. Вообще симпатичная очень. Она новая. Ну, вот еще, если вам интересно, я с вами пройдусь по ряду по этому. Покажу кое-что. А потом возьму то, что я купила. Свои красивые плетеные корзинки. И пойду. Вот, видите, посуда опять всякая разная. Вон там мне нравится кувшинчик. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, какие тут кувшинчики. Вот эти все кувшинчики по два фунта. Каждый. Очень даже симпатичные. Даже не знаю. Опять же, понимаете, вот я всегда вот, когда я бы не пошла, всегда что-нибудь куплю. Вот ерунду. А потом думаю, господи, зачем все это захламлять? Захламлять себе квартиру. Ну, вот хочется. Иногда. Вот, видите, здесь такие разбросы. Просто даже и на полу. Кто-то на полу. Это все детское тут. Вот, друзья. Теперь вот эти вот кабутсейлы у нас будут каждое субботу и каждое воскресенье. А воскресенье даже дважды. Представляете? Один кабутсейл вот у нас в центре там в Теско возле станции автобусной в 9 часов утра. И вот это вот второй вот начался в 2.30. 2.30 вот здесь на вот этой площади за супермаркетом Теско. Ну, вот этот, наверное, у них считается самый удачный кабутсейл. Просто люди, может быть, погуляют в хороший день. Эти, они, так как видите, они на улице, эти барахолки. Поэтому они очень зависят от погоды. Естественно, если погода плохая, то здесь уже ничего не будет. вот. Вот. Боже мой, боже мой. Ну, вот очень много детских, я говорю, вещей. Сейчас пойдем еще туда. Вот, по-моему, я потом еще не ходила ряду. Вот опять, видите, тут посуда. Вот этот вот тазик, кстати, он фарфоровый или фаянсовый, такой тяжелый. Вот еще у него внутри кувшин, когда стоит, то это такой набор очень старинный, в викторианских времен. И это считается антик. Вот вы знаете, в основном, вот когда вот так вот валяется это все просто на полу, как вы видите, то мало кто еще тут и ползает что-то ищет. А вообще можно нарыть, кстати, очень даже и неплохие вещи, надо сказать. Ну вот, уже я прошла еще по этому, по самому крайнему, ряду. Вот видите, что тут. А что это за кукла, я даже не пойму. Типа манекенов, что ли? Господи, что это такое? Далее чего они? Одна, и вот вторая. Боже мой, боже мой. И опять вот эта куча тряпья. И там дальше все тряпье. Я же говорю, которое, в общем, никто уже даже и не смотрит. Ну, пожалуй, вот, друзья. Я так вам показала, бегла, чтобы вы имели представление, что такое этот кабуцейл. И видите, что здесь, как продавцов очень много, вот, машины. Это все продавцы. А покупатели уже схлынули. Иногда бывает так, что продавцов больше, чем покупателей. И тогда можно все вообще за копейки купить. Ну, а вообще, конечно, сегодня что-то у меня ничего здесь не приглянулось. Может быть, я поздно пришла. Люди, которые обычно хотят что-то конкретное найти, то они, конечно, приезжают раньше. Ну, вот, друзья, на этом я заканчиваю вам свой обзорчик английских кабуцейлов. Как вы понимаете, там, на большой земле, в больших городах, вообще огромные такие, что за день не обойдешь вот эти кабуцейлы. Но они распространены, в общем-то, везде, друзья. Вот, а я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. Всего вам доброго. Пока-пока.